Мы вместе создаем наша будущая весенняя неделя добра под таким девизом стартовала в Ненецком округе 21 апреля. В ходе кампании пройдет более 30 социально полезных акций, которые проведет активная молодежь региона. Программа «Неделя обширной» включает в себя самые различные мероприятия. О них подробнее поговорим сегодня в программе «Актуальное интервью» с ведущим специалистом по работе с молодежью регионального центра молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи Анастасией Боярской. Здравствуйте, Анастасия. Здравствуйте. Рады видеть вас у нас в гостях. Также сегодня в гостях телеканала «Север» руководитель конно-спортивного клуба «Фортуна» Ирина Саварина. Здравствуйте, Ирина. Спасибо, что пришли. Надо сказать, что идея добра для нашего современного общества не нова, ведь еще в советское время были и субботники, и тимуровское движение, которое, по сути, являлись добровольческой деятельностью. Расскажите немного об истории «Весенней недели добра», в каком виде она проходит в нашем округе. Акция «Весенней недели добра» является всероссийской акцией и объединяет в своей деятельности все регионы нашей страны. Первая акция стартовала в 1997 году, и в 2017 году акция уже празднует свой юбилей 20 лет. Какие направления работы в рамках недели? В первую очередь целью акции является пропаганда развития добровольчества и волонтерства. Деятельность добровольческая направлена на решение социальных проблем. Социальные проблемы могут затрагивать разные слои населения. Это могут быть и дети, и пожилые люди. Это также может быть и взаимосвязано с природой, то есть привлечение людей на субботники, предположим. Направлена помощь на животных, сбор корма собачкам бездомным. Различные направления. Вот Ирина как раз представляет конно-спортивный клуб. Расскажите, как вы принимаете участие в весенней неделе добра? Насколько я знаю, вы и сами делаете добро. Да, здравствуйте. Наш клуб организовался 8 февраля в том году. Мы уже существуем здесь год. А первые акции мы проводили с своих детишками. Это еще когда катали бесплатно, 31 числа детский дом. А вот теперь вместе с Анастасией мы решили провести акцию около площади, покатать бесплатно многодетные семьи. Почему многодетные семьи? Потому что не у всех родителей, к сожалению, есть такие суммы. Допустим, на ярмарку, там, когда сходят покататься. Поэтому мы объединили усилия, дали объявления, создали билетики и с удовольствием покатаем детей. 23 числа с часу до трех дней мы будем катать на площади именно детей многодетных. Насколько я знаю, и вам делают добро, да? Да, да, к нам позвонили. Да, добро возвращается добром. Да, есть такая тенденция. Мы заметили, нам позвонили с техниками, что они хотят нам привезти хлеб лошадкам. Мы с удовольствием ждем в гости их, и не только жителей города Наринмара, где покажем, проведем экскурсию совершенно бесплатно любому человеку, любой семье. Покажем, как живут лошади, как живут курочки, козочки. Ирина, расскажите, вот это важно, делать добро в нашем обществе. Очень. Какую пользу, например, приносят вам волонтеры? Вообще делать добро, это не только приятно, наверное, мне кажется, это очень важно воспитывать в ребенке. Наблюдая за тем, как ходят к нам дети, к лошадям, да, к нашим, они вот со школы прям бегут, всегда что-то спрячут в кармане для своего любимца, там хлебушек, там, или кусочек сахара, и лошади уже, наши лошади, знаю, нам дети уже ходят год, они даже знают своих воспитанниц. Допустим, приходит там Юлия, ездит, ухаживает за конем Манхэттеном, она подходит, он ее уже встречает, он начинает уже ржать издалека, он бьет капли, там он же ждет от нее чего-то, что она сейчас ему даст. И наши дети намного добрее. Посмотрите, они у нас не сидят в интернете, они же целыми днями пропадают на конюшне. Летом, у нас получилось в этом году, лето выдалось жаркое, и впервые в Наринмаре было устроено купание на лошадях. Это вообще впервые, для детей это был такой восторг. Вообще не писуем, и лошади, как бы, такое животное, наверное, что он дает отдачу людям. Но нам получилось так, что нам в этом году помогла нефтяная компания, выделила нам деньги на животных, 240 тысяч, мы смогли закупить карман на год, а остальную сумму оставили купить на следующий год сено. И, соответственно, получив добро от нефтяной компании, у нас осталась пища, допустим, отходы возят, нам очень привозят много отходов. Мы тут же позвонили, благодаря нашему губернатору связались и нашли питомник, где находятся собаки. И мы могли в этот раз, несмотря на то, что нам требовалось помощь, нам помогли, теперь мы могли оказать помощь тем, кто в этом нуждался. И мы помогли питомнику, и мы им теперь отправляем постоянно пищевые отходы собакам. То кости собираем, то еще что-нибудь им собираем. Поэтому мне кажется, что добро всегда отдается добром. То есть все взаимосвязано, да? Такая взаимопомощь существует. Да, и у нас такая ситуация была, к нам подошел мужчина покататься. Вот бабушка подошла, нам что запомнилось, на проводах русской зимы. У нас вообще воспитанные дети, вообще в Наринмаре молодцы дети воспитанные. Подходит мужчина, пенсионер, он даже сесть в санке не может. Но ему так хотелось прокатиться, мы ему помогли, мы его пятером посадили, совершенно бесплатно прокатили по Наринмару, вернули назад. Он так заплакал, он говорит, господи, я таких впечатлений давно не получал. И вот подошел тоже мужчина, вот Игорь Акарманов, по-моему, не ошибаюсь. Он мне потом отписался, он нашел меня в этом ВКонтакте. Огромное вам спасибо, очень получил удовольствие, тоже совершенно... Ну, мы смотрим, мы выходим кота катать, когда есть возможность покатать бесплатно, мы катаем обязательно бесплатно пожилых, дети там инвалиды, как бы все равно. И вот к нам мальчик тоже ходит с папой заниматься. Сейчас вот давно их не было, у них там ДЦП. Мы тоже не берем денег, потому что понимаем, у таких родителей не может быть денег. А добром отвечает нам вот эта акция, тем, что они нам приходят и улыбаются, они уже узнают их лошадей, ребенок уже не боится никого, он уже определенно подходит тому конюн, как он занимается, поэтому надо всегда делать добро. Детки занимаются как на кружке, да, у вас? Да, ходят, занимаются у нас на этот... Причем у нас они ходят бесплатно, а платят только тренеру. Получается, что у нас месяц выходит 1220. Это самый дешевый кружок, наверное, по Симонарин Мару. Молошние мы, да, представляем, совершенно бесплатно, и упришь все, просто что человека мы срываем с работы, он обязан занять, оплачивать, поэтому вот так вот. Спасибо. Анастасия, расскажите, какие акции проходят именно в этом году, и как долго шла подготовка к ним? Процесс подготовки к акции, он все-таки зависит от продолжительности самой акции, да? Если брать в целом акцию «Весенняя неделя добра», то мы к ней готовились около двух недель. В этот процесс подготовки входит сбор заявок, агитирование людей, привлечение участников на данную акцию. и сейчас на данный момент уже сопровождение этой акции, чтобы она прошла в режиме, в таком согласно программе. Поэтому говорить, сколько конкретно времени на акцию выходит, конечно же, здесь невозможно. Это время, можно считать, от начала, от зарождения идеи и до воплощения ее, да, уже в жизнь. Вот, поэтому здесь временные рамки, они могут быть расстануты даже на года. Сейчас, на данный момент, программа «Весенняя акция неделя добра» включает в себя 32 мероприятия. Некоторые мероприятия, они между собой пересекаются, и некоторые совпадают. Например, такое мероприятие, акция благотворительная, называется «Милосердие». Организатором этой акции является уполномоченный по правам ребенка в взаимодействии с Ниньдским отделением Российского Красного Креста. Они эту акцию запускают, а многие школы, образовательные учреждения, акцию эту включаются в акцию, и ее проводят в рамках «Весенней недели добра». Также в рамках программы общей акции проводятся мероприятия «Субботники» во многих, в том числе и в городе Наринмаре, и в селах, деревнях. «Субботники», помощь животным также входит, и помощь детям из детского дома, также в проведении мастер-классов для Пустозерского дома-интернат. А вообще весь список, он в программе у нас. Желающие могут ознакомиться с этим списком в группе ВКонтакте и на сайте «Молодежь 83». То есть любой желающий может принять участие в ваших мероприятиях? Да, безусловно, любой человек, который хочет включиться в эту тему, быть частью этого мероприятия, он может стать участником. Анастасия, скажите, сколько волонтеров принимает участие в этих акциях? По предварительным подсчетам пока около 300-350 человек будет задействовано, а уже конкретные цифры будут известны по итогам проведения акции полностью. Волонтеры, вот его образ в наших реалиях, в нашем округе, это кто? Это молодежь, скорее, или... Нет, я не буду ставить здесь возрастные рамки на волонтеров. Волонтером может быть любой человек, независимо от возраста, независимо от пола, независимо от вероисповедания, от каких-то своих жизненных целей, от рода деятельности, от профессии. Здесь нет абсолютно никаких рамок. Здесь только можно поставить, скорее всего, один критерий. Это щедрость души, скорее всего, вот так. При этом ты не рассчитываешь на получение какой-то сдачи, на получение чего-то взамен. Вот это да, это есть такой критерий. А в остальном абсолютно свобода действий. Анастасия, я знаю, что в прошлом году вы привезли победу с всероссийского конкурса «Доброволец России». Расскажите подробнее о своем проекте. На конкурс, это всероссийский конкурс, «Доброволец России», он проходит в два этапа. Значит, это был сначала региональный этап «Доброволец года» здесь у нас в регионе. Я на региональном этапе стала призером. Дальше подала на всероссийский этап уже проект. Он называется «Талант в каждом». Это проект не лично мой, это проект мастеров, он совместный, мастеров творческой студии «Чудо-ручки». Мы над этим проектом работали все вместе. Говорю мы, потому что я являюсь руководителем этой студии. Команда у нас большая, у нас 12 человек. Проект реализован, реализован успешно. Я подала заявку по этому проекту на конкурс. Поехала туда. Округ оплатил дорогу, все затраты, которые были... Ну, оплатили эти затраты. И что необходимо было для этого еще сделать там? Было выступление участников конкурса. Нужно было рассказать, что такое для тебя волонтерство. О себе немножко рассказать. И сам проект. Также было еще предусмотрено народное голосование через интернет. К этому голосованию меня очень порадовало. Подключилось много людей из нашего округа. Чувствовалась прям защита. И вот это переживание, сопереживание, когда за тебя болеют, это было очень круто и приятно. И вот и все, в чем заключалось. Здесь жюри, они комиссия, они рассматривали наши проекты отдельно и выставляли оценки. И вот по общему количеству баллов я пришла на первое место. У меня номинация «Социальное волонтерство. Помощь детям». А в чем суть этого проекта? В чем вы занимаетесь детками? Проект заключается в том, что мы проводили кружки в течение полугода по различным техникам декоративно-прикладного творчества. Также такой некой фишечкой этого проекта было детям. Был конкурс, проводился среди детей нашего округа, окружной конкурс рисунков. Дети рисовали вымышленного героя. И победители по каждой возрастной номинации в подарок, в приз. Призом была сшитая игрушка по их рисунку. Сшитая или связанная с нашими мастерами. Как дети реагировали на такие подарки? Реакция была бурная. Они были в восторге. И спрашивали, когда еще будут такие конкурсы, чтобы им поучаствовать и получить еще одну возможность победы. Я считаю, что весеннюю неделю добра можно назвать такой некой визитной карточкой нашего российского добровольчества. Правда? Да. И в России, оказывается, в ней участвуют более миллиона жителей, волонтеров. Расскажите, какую-то обратную связь вы получаете, может быть, от тех, кому делают добро? Обратная связь, она всегда присутствует. Когда мы общаемся с получателями, с благополучателями, они всегда поддерживают в том, что мы это проводим. Они даже иногда подсказывают, а что в следующий раз можно будет сделать. И в любом случае здесь можно сказать, что есть положительные отзывы, потому что работа дальше продолжается. Не было бы положительного результата, не было бы дальнейшей работы, если бы какой-то негатив присутствовал, еще что-то, не было бы желания дальше делать. Желание дальше есть, значит, есть положительный отзыв, есть дальше работа. И раз уж вы упомянули про планы на будущее, какие-то есть уже наметки? В рамках весенней недели добра план только один – делать, и все. Дальше мы в любом случае, эта акция будет продолжаться, и мы рассчитываем, надеемся на то, что у нас будет не 32 мероприятия, а будет больше, количество мероприятий будет увеличиваться, и будет увеличиваться количество участников, будет разнообразие больше. Вот хотелось бы отметить, что в этом году у нас еще разнообразие добавилось тем, что присоединился к нам и присоединились представители бизнеса. Вот соляная пещера, они будут организовывать бесплатный курс лечения для детей из детского дома. Дети там пройдут 10-дневный курс лечения в целях укрепления иммунитета. Спасибо большое. Ирина, расскажите о ваших планах на будущее, может быть, какие-то наметки, новые акции у вас есть? Ну, вот мы, конечно, есть, мы продолжим работу с детьми, обязательно продолжим с детьми. Нашими подшипными так и останутся детский дом, которых мы катать обязательно будем и 1 июня, и 31 декабря, и в праздники выхнули. Очень хотелось бы включить программу, которая была как в Архангельске, когда привозили, есть такая передача, там показывается ребеночек, и вот предлагается там родителям. Мы хотим тоже поговорить с телевидением, только есть проект у них, там, связан с лошадьми, с этим ребенком, с каждым показать. А в дальнейшем мы хотим открыть мини-зоопарк на территории НАУ, чтобы дети могли посещать, был свободный доступ, чтобы наши дети видели не только на картинках природу и животных, но и вживую могли прийти покормить. Соответственно, это будет создано все бесплатно для детей. Также у нас даже приезжали в этом году на экскурсию в дом пенсионеров, даже они были, настолько они были увлечены, они там приехали, помню, к нам на УАЗике высаживали, подошли к каждой лошади. Вот вроде человек тоже в возрасте, да, где-то чего-то как-то. От лошадей не могли часа два, наверное, мы оторвать тогда, в то время они. Акция добра будет продолжаться постоянно, мы все равно, даже если мы уходим катать в город, мы катаем детей, если есть возможность, мы катаем их бесплатно. Как вы думаете, вот природа, животные, они как-то способствуют развитию в детях? Очень способствуют. Посмотрите, они, если вы под открытием энциклопедии, именно по лошадям, лошади не только физически готовят наших детей, потому что по физиологии сама себе лошадь, да, почему проходят курсы ипотерапии, там, да, восстанавливающие, вот революционные центры есть. А лошади, вашим даем, детям дают что? Большую ответственность. Допустим, мама сказала, если ты плохо будешь заниматься, значит, в конно-спортивную школу ты сегодня не пойдешь. И у них, понимаете, появляются свои обязанности. Они знают, вот в конюшне каждая знает, девочка, на какой месте висит узечка, ее на лошади, где лежит щетка, во сколько надо чистить, как надо почистить. Они очень ответственно к этому относятся. Поэтому вообще отношение к животным очень нужно нашим детям. И они очень сильно отличаются. Еще раз повторюсь, что они очень добрые наши дети. Они настолько, вот, мы вас приглашаем обязательно в гости посмотреть, посетить наш клуб, посмотреть вот отношения детей. Как считаете, это может быть зависит от территории, да, где наш город расположен? Ну да, очень много есть плюсовых и минусовых нюансов. Очень тяжело бывает, конечно, продвигаться в нашем деле. Даже, допустим, то, что мы находимся, наша дорога нам не дает, не позволяет. Допустим, кармаски мы закупаем по 10, а привозим доставка, входится в 16, и опилка тяжело. Но справляемся со своими силами. Очень много добрых людей. Мы всегда им объявления, кто-то привозит, кто-то продает. Ну, неважно, люди видят, люди видят, люди везут, люди помогают. Кто-то пил, кому-то навоза взамен, чисто в городном темпе мы помогли взамен этим. Везде взаимозачет как бы стараемся делать. Ну, по крайней мере, конюшня растет, процветает. И в дальнейшем, думаю, будет хорошо, что будем устраивать соревнования, как планировали. Конечно, все будет хорошо. Анастасия, расскажите, работа на селе ведется? Да, работа на селе ведется, и она ведется очень активно, это радует. Дошкольные образования, они включаются в эту работу, сразу присылают заявку на участие в акции «Весенние недели добра». При том, что они стараются также охватить различные направления. То есть у многих ассоциаций с «Весенней недели добра» все-таки возникает эта уборка территории. Но в нашем регионе убирать территорию в период с 21 апреля по 27 апреля достаточно тяжело, потому что кроме как убрать снег, ты больше ничего и не сделаешь. А в других регионах здесь попроще. Это все-таки снег растаял, и там непаханное поле, как говорится. У нас с этим загвоздочка небольшая. Здесь нам снег помогает немножко, даже можно так сказать. Поэтому на селе тоже они охватывают различные направления. Они также проводят непосредственно пропаганду, во-первых, добровольство, волонтерство, а во-вторых, они свою деятельность направляют на помощь также животным для собачек, например. И на помощь детям вот собирают, проводят акцию по сбору канцелярских товаров, карандашей, фломастеров, альбомов для рисования для детей, которые здесь, в окружной больнице, лежат на долгом, на реабилитации. Вот так, навскидку, как вы считаете, добровольчество в нашем округе, оно развивается в последние годы? Да, конечно, оно развивается. Это видно, это чувствуется, то включение населения в эту деятельность, но говорит и показывает, что волонтерство добровольчества в нашем округе, они очень актуальны для нас. Округ здесь включается очень хорошо и активно. Я бы сказала, ну, на процентов 80, 20 процентов оставляя только для развития, только с этой целью. Статистика весенней недели добра за последние десятилетия наглядно показывает, что с каждым годом ее результаты существенно усиливаются, как вы и сказали. А это значит, что данная акция является реально полезной для нашего общества. Анастасия, также этот год назван годом добра в Ненецком округе. Почему этот год стал годом добра? 2017 год добра, он был объявлен по итогам народного голосования. Голосование было организовано губернатором нашего округа, было представлено несколько вариантов, и наше население посчитали, что 2017 год должен стать годом добра. А как идет пропаганда добровольчества в повседневные дни? В обычные дни, извините, в повседневной жизни. Ну, в первую очередь, с сотрудниками молодежного центра, где я работаю, мы проводим это в рамках семинаров, слетов. Эти семинары могут быть непосредственно направлены на добровольство, то есть основная цель семинара, но также мы стараемся включать это и в семинары другого немножко направления, просто мы туда добавляем еще площадку добровольства и волонтерства. И рассказываем молодежи, рассказываем ученикам, студентам, что такое добровольчество, что такое волонтерство, и их привлекаем заниматься этой деятельностью. Какие сложности, может быть, возникают в процессе подготовки? Может быть, какие-то есть особые способы достучаться до молодежи, призвать их к добровольству? Таких сложностей? Сложности только возникает одна, чтобы собрать как можно больше народу в одном месте в одно время, потому что у всех свои дела, как говорится. А каких-то особых способов на это привлечение, к сожалению, или, может, к счастью, нет, потому что вот эта деятельность добровольчества, она идет от сердца, она идет изнутри. Если ты хочешь, если ты этим живешь, ты будешь этим заниматься, и никто не сможет тебя проагитировать дополнительно или, наоборот, это из тебя убрать. Поэтому здесь вот нечего больше добавить даже. Ну вот сейчас у нас в округе сколько волонтерских движений примерно хотя бы? Волонтерских движений вот официально зарегистрированных у нас нету. Но у нас любая некоммерческая организация занимается волонтерством и добровольчеством. У нас есть незарегистрированное на базе молодежного центра добровольческое движение «Доброволец». А вот что по организации, в котором есть название, что-то связано с добровольством, такого пока нет. Анастасия, у вас есть какие-нибудь пожелания нашим телезрителям? Я хочу пожелать, вот есть поговорка, не делай добра и не будет зла. Я хочу пожелать, чтобы наши телезрители, чтобы наше население, да и вообще россияне, любой человек, чтобы они не верили в эту поговорку. Делайте добро. Оно всегда помогает. Оно помогает не только тем людям, которым мы помогаем, но оно помогает и нам. Мы расцветаем изнутри. Пусть это не видно в каких-то материальных вещах, там в денежном выражении, но оно как-то облагораживает человека, что ли, изнутри, и всегда все, в итоге у человека всегда все получается. Как-то вот так выражается. Поэтому я желаю не верить в эту поговорку. Но говорят же психологи, что мысли материальные, и добро, которое ты делаешь, оно тебе обязательно вернется, да? Тем более. Ирина, что для вас добро? Для меня добро, наверное, видите, как радуются наши дети. Вот сколько замечаем мы, работая с детьми, да, что у них что-то получается, тот же прыжок на лошади, так же правильно запричатые лошади. Самый лучший подарок детей – это ихная радость в глазах. Больше нам не надо. Детям легко дается катание на лошадях? Не всем. Очень сложно, это же труд. Вообще, конно-спортивный – это очень тяжело. Детям надо научиться правильной посадке. Правильно, правильная лошадь – 400 килограммов веса живого. Это ведь не собачка или кошечка. Но наши дети упорные. Упорные у нас дети, которые начали ходить изначально в феврале, не до сих пор ходят те же самые. Контингент детей не поменялся, только прибывают. Это то, что наши дети не забрасывают конно-спорт. Это очень им нужно. И радости, конечно, на лице не только приходят. Надо просто видеть этих детишек. Они даже знают расписание, во сколько лошадка, сколько съела. Дай бог, там осталась морковка несъеденная у них. Они уже бьют тревогу ветеринаром. Вот у нас там морковки не так он положил, не так съел. Каждую волосинку проверят. Но счастливые лица детей наших – это самый лучший подарок. Ухаживают за животными, да? Хорошо, дети даже сами. Сами, сами. Они не только лошади. Я говорю, что у нас, когда мы принесли кроликов, подкинули, у нас и курицы есть, у нас и кошки есть. И кошки, не имея котов, котят принесли. У нас, конечно, кот оплодотворный. И кобыла беременная, и котят дорожали. И щенков принесли. И на все. Не только у нас хватает времени, у наших детей на это времени. Поделись, раздали, написали ей объявление, у нас ни одно животное не осталось на улице. Единственное, что нет у нас мужского пола-то животных, но все беременные. Забавная особенность. Ирина, вот вы отметили недавно год, да, ваша организация. Да, да. Каких результатов удалось достичь? Многих, знаете, мы посмотрели весь год, какие лошади подходят для данного округа, какие не подходят. У нас была кобыла взята в Суцельмы, а кобыла-кукла с Гаврюшей с сыном, кобыла вроде спокойная, деревенская, но для тренировок не подошла. Мы ее поменяли, отдали в хорошие руки, отдали ее в ПХ. Она теперь будет у них производство, там, новых же ребят производить, потому что у них там по породе не менялось. Поняли, что нужно не только нашим детям, нужно взрослым. У нас посещает очень много людей сейчас. К нам стали приезжать на экскурсии детские садики, школы, и мы поняли, что нам надо сделать на конюшне урок природоведения. Для этого надо создать маленький мини-зоопарк, чтобы наши детки могли приезжать, допустим, если в школе идет природоведение, да, или есть такой момент в детском саду, мы с удовольствием бесплатно будем предоставлять своих животных, фотографироваться, будем объяснять, как их содержат, как их кормят. Ну, это очень нашим деткам надо. Вы упомянули про мини-зоопарк. Какие животные будут в этом зоопарке? Да, мы хотим, в мае месяце мы поедем с первой боржой, привезем сюда двух телят. Ну, удивить необычными животными. Сейчас тяжело детей, мы ездим на юг, мы там все видим крокодилов, обезьянок, этому не удивить. А вот таких, как домашних животных, допустим, как корова, овечки, они нас видят редко сейчас многие. Мы привезем сюда двух маленьких телят, двух вьетнамских поросят, у нас едут двое. Привезем 10 курочек, не простых курочек наших ряб, а вот которые с мохнатыми ногами такие есть, знаете. Вот сейчас там вот фотографии. Мы везем сюда в июле верблюжонка. Вот хотели привезти яка сюда, вот у нас тоже вот. Мы подписали договор с Авророй, у нас спортивный клуб Аврора есть у нас. Там Наталья Денисова, директор, хорошая тоже девушка. Мы тут с ней переписываемся, сейчас он советы свои дает. У них тоже мини-зоопарк создан. Мы пока остановимся вот на этих животных, пока вот верблюжонка привезем, а еще осла хотим привезти для наших детей, посмотрим, как будет реакция у детишек. Большие планы у нас. Да, большие планы, да, мы надеемся все это успеть сделать до конца августа, чтобы с 1 сентября, когда пойдут, ну, сейчас будет не запрещен подход детям к животным, а так полностью построим вольеры и все доделаем уже. Хотим вот именно на этом Арктической 11 создать маленький островок для детей, где будет не только мини-зоопарк, а с Григорием Борисовичем Коваленко договорится поставить там кочели, какие-то карусели, чтобы была маленькая база отдыха, чтобы могли прийти без латорзели посидеть, идти побегать, кого-то покормить, чтобы было где отдохнуть. Ирина, а как животные переносят наш арктический суровый кабинет? Вы, девочки, не поверите. Сравнивая со всеми, мы списываемся с Москвой, с Питером, с Архангельском, мы имеем доступ ко всем оконюшням, и вы не поверите. Вот единственный город Нарьинмар, где лошади при минус 40 остались гладкими и лысыми. Это только у нас, если посмотреть. Вот кто, ну, наверное, конники только меня поймут, на сайте зайти. Она приезжала в этом году у гостя с Москвы, она даже клип сняла, где-то оставила у нас на странице, из Питера. Они были поражены тем, как содержатся в таких условиях в наших, да, тяжелых, в принципе, условиях. Нужно так содержать лошадей. У нас в этом году ни одна лошадь не покрылась зимней шерстью. Ни одна. Они все совершенно гладкие и блестят. Это свидетельствует о хорошем содержании? О хорошем содержании, да, о хорошем содержании, вовремя поставленных кормах и о правильном уходе за лошадьми. Это единственный город Нарьинмар, хотя кричим, что минус 40 – это мороз, то есть не выживает. Неправда. Все живут прекрасно. А как вы достигаете таких результатов? Ну, первый год мы своими силами содержали лошадей, покупали сено. Пока, ну, сено, конечно, могу сказать честно, золотое. Здесь обходится очень золотое. Мы первый год еще не знали, где покупать. Сейчас созвонились в Коми. В Коми это будет в два раза дешевле, если не в три раза дешевле купить, даже с доставкой это будет дешевле, чем заказывать в ОПХ, например. Но в этом году мы немножко спотнулись в январские праздники. Мы рассчитывали в январские праздники покатать, чтобы докупить сено, но ударили морозы по всей стране. Минус 40. Мы не вышли. Подготовились костюмы карнавальные. Дети приготовили лошадям. Мы шили красивые такие всякие попоны. И мы уже обратились через видеосюжет, через Лекар-Хатт-Азийск о помощи лошадям. Отклюкнулись много жителей. Очень много. Кто 5 рублей, кто 10 рублей. Помогали, кто принесет хлеба, кто чего. И в итоге нам обратила внимание нефтяная компания. Мы встретились с ними, собрали необходимый пакет документов. Они нам выделили деньги. Но деньги к нам подошли, когда уже сема закончилась. Мы подумали, что целенаправленно эти деньги оставить на следующий год. Потому что на эту сумму мы можем позволить себе купить сено на весь год следующий. Потому что если купить сейчас сено на Ренмаре, это будет капля в море. Спасибо. Желаю успеха вашему, вашей организации, Анастасия. Пусть ваши все мероприятия пройдут гладко в рамках весенней недели добра. Я напомню, сегодня в программе «Актуальное интервью» мы обсудили весеннюю неделю добра, которая стартовала в Нинницком округе 21 апреля. В рамках этой масштабной добровольческой акции проходят социально значимые благотворительные мероприятия по всей стране. До новых встреч! До новых встреч!